вместо того чтобы делать сегодня видео с фаворитами я решила сделать как мне кажется более актуальное видео про самую лучшую на мой взгляд косметику на осень 2017 года и это косметика которую у меня больше всего будет тянуться рука этой осенью но при тем как мы с вами перейдем непосредственно к перечислению продуктов если вы здесь впервые конечно же подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать видео в будущем для этого всего лишь достаточно нажать там внизу подписаться также если вам понравится это видео не забудьте поставить мне палец вверх и у меня в принципе все поэтому давайте приступать к обзору так как мы с вами переходим уже более холодную погоду я считаю что самые лучшие две тональные основы которые вот мне сейчас идеально подходит это вот эти вот две первая из них это бужуа healthy mix и вторая кика скинта на мой взгляд эти две тональные основы идеально подходят для любого типа кожи кроме наверное очень жирного типа кожи покрытие у обеих этих тональных основ от легкого до среднего приблизительно и вот действительно мне кажется что в такой период когда кожа привыкает к жаре а тут резко начинается похолодание и она начинает сохнуть по крайней мере у меня именно так происходит то они очень комфортно ощущаются на лице и с ними я могу проходить целый день и при этом нет ощущения дискомфорта сухости и в то же время стойкость очень хорошая что же касается консилера то это тоже неотъемлемая часть макияжа лица я вам могу здесь посоветовать два варианта первый это классика наверное уже ютюба это консилер от тарт который называется shape tape он способен перекрыть наверное большинство недостатков на лице в том числе и темные круги под глазами или какие-то прыщики и какие-то другие несовершенства но если у вас кожа под глазами достаточно сильно сохнет то возможно вот это не будет самым лучшим вариантом потому что он может немножко зону подсушивать поэтому если вы страдаете от того что у вас сохнет зона под глазами и подчеркиваются какие-то морщинки или просто создается дискомфорт я вам советую обратить внимание на консилер от it косметикс который называется bye bye он очень кремовый он прям вот как я не знаю масляный такой вот тягучий масляный консилер даже через дефис наверное корректор его нужно просто четверть горошинки нанести в зону под глазами хорошо растушевать и возможно даже слегка чем-то закрепить какой-то прозрачной пудрой потому что если у вас не супер экстремально сухая зона под глазами то возможно вам даже эта жирность покажется излишней но если вот прям супер супер экстремально сухая зона под глазами то этот консилер очень классно подходит и в целом на такой более холодный период особенно если есть какие-то морщинки которые не хочется подчеркивать это обалденный просто вариант поэтому обязательно присмотритесь и кстати оттенок у меня medium он очень хорошо подходит для светлой кожи пудрах у меня сейчас два фаворита оба из них бюджетный 1 это более такой классический вариант для меня потому что я уже очень долгое время пользуюсь этой пудрой и она меня никогда не разочаровывала это минеральная пудра от марки км косметикс конкретно это пудра финишная сатиновая оттенок n1 очень очень классная пудра для тех кому не нужен глухой матовый эффект кто хочет сохранить естественный вот такой вот сатиновый перелив кожи не блестящий не какой-то там я не знаю металлический а именно легкий такой вот сатиновый эффект как вот эффект настоящей кожи натуральной кожи без косметики пудра от веберлик меня тоже очень сильно впечатлила я не думала что она настолько сильно мне понравится это пудра под номером 6222 и она просто незаметная вот по-другому я ничего не могу сказать здесь в комплекте идет вот такая вот пуховка и именно ей я и наношу эту пудру я вот так вот сбиваю основную пудру которая на ней есть и вот остатками этой пудры прохожусь практически по всему лицу она убирает вот такое наглое жирное сияние но в то же время оставляют все равно какую-то естественность на лице не знаю как вы но я себя не представляю без бронзера в любое время года и осенью мне особенно хочется продлить вот этот летний эффект на лице бронзер даже не то что имитирует загар он скорее возвращает жизнь вашему лицу по-другому даже и не могу выразиться после нанесения тональной основы все лицо становится более плоским теряются все рельефы и бронзер это как раз таки тот продукт который и возрождает и я сейчас хочу вам порекомендовать свой давний фаворит это вот такая вот четверка от gosh называется он контур and stroke kit и у меня оттенок один light потрясающий набор здесь есть все что только можно но самый-самый мой любимый продукт здесь это конечно бронзер я не знаю видно вам или нет но я его уже дотерла до дырочки я сделала глупость положила его переложила его в другой ящик и на время о нем забыла но потом когда его нашла снова начала пользоваться заново влюбилась и все я теперь не хочу выпускать из рук потому что бронзер потрясающий он не рыжий и он не слишком холодный он вот такой вот действительно нейтральный красивый что же касается остальных продуктов которые здесь есть они тоже все очень хорошие ну возможно за исключением румян потому что они скорее никакие потому что их практически не видно у меня по крайней мере на коже и кому бы я их не наносила ну какой-то глобальной разницы они не делают хайлайтер здесь тоже очень хороший он максимально деликатный очень приятный сатиновый такой вот не навязчивый скажем так хайлайтер очень классно подходит для реальной жизни если вы хотите эффект инстаграма это не тот продукт который вам понравится но если вам нужен просто приятный и правдоподобный хайлайт для жизни это очень хороший вариант что же касается глаз то я думаю я вам америку не открою сказав что продолжают быть актуальными теплые оттенки теней и осенью я сто процентов буду больше всего использовать либо вот эту наборную палетку тени от color pop это все однушки которые я собирала сама то есть выбирала оттенки на сайте и из них составляла свою собственную палетку скажем так либо еще тоже я могу вам порекомендовать по очень хорошей цене потому что здесь каждая тенюшка стоила пять долларов вы можете посчитать во сколько обошлась не целая такая палетка в то же время очень хороший вариант это палетка от морфи которую сделала джеклин хилл я рекомендую только эту палетку из всех палеток морфи которые есть на сайте потому что все остальные мне качество мне нравится эта палетка гораздо лучшего качества стоит она тоже больше чем палетки на сайте морфи но в то же время если посчитать что вы получаете за 38 долларов а вы получаете 35 оттенков то каждый из этих оттенков получается по очень 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 бюджетной цене если вы любите теплые оттенки с ноткой экспрессии потому что здесь тоже есть и несколько ярких оттенков то у вас эта палетка точно не залежится а сегодняшний макияж я тоже делала с помощью этой палетки какие наверное большинство макияжей за последние несколько месяцев что касается губ то как всегда осенью это бордовые оттенки винные оттенки какие-то более глубокие коричневые оттенки у гош есть линейка помад которая называется мать и конкретно эти три оттенка для меня лично воплощает осень потрясающая просто серия помад и хоть она и называется матовой но это не тот мат которого нужно пугаться который пересушивает губы по нанесению она ощущается как просто обычная классическая кремовая помада но в то же время на губах выглядит таким правдоподобным матом слегка может быть с более таким вот увлажненным финишем мне очень нравятся эти помады потому что они пигментированы очень комфортно ощущается на губах возможно они не самые стойкие но в то же время с ними легко поправлять макияж губ то есть они нормально наслаиваются если где-то чуть-чуть в этом помаду съели или выпили кофе она исчезла у вас губ поэтому это не тот вариант как с жидкими помадами когда если чуть-чуть уходит то если вы сверху наносите то получается кошмар оттенки корицы и и же с ними они более адекватно выглядят на губах том числе могу вам порекомендовать тоже вот в этой вот коричневой линейки помаду от color pop ультра матовая версия и оттенок называется speed dial она в тюбике выглядит совершенно не страшно и но в то же время на губах она высыхает немножко темнее чем вы видите ее в тюбике я вам обязательно покажу на нее swatch мне очень нравится как она выглядит и в осенних макияжах замечательно подчеркивает образ осенью нам конечно никуда не деться от рубашек в клетку платье в клетку вот чего-то такого что вы сейчас видите на мне это всегда актуально это классика осени если у вас есть классическая рубашка в клетку возможно с красным или там бордовым каким-то оттенком у меня есть для вас несколько вариантов которые просто сногсшибательно выглядят с такими рубашками которые изумительно подчеркивают эти рубашки и первый оттенок помады это la girl matte pigment glass называется эта помада и оттенок сам называется секрет если эти два элемента одеты на вас то все у вас уже стильный образ автоматически готов потрясающе просто эта помада подчеркивает вот такую вот одежду также мне очень нравится помада которую создала sony есть man это color pop и оттенок называется санкт-петербург к сожалению по моему они уже сняты с производства если они у вас есть где-то лежат сто процентов на осень доставайте либо просто я вам здесь показываю оттенки на которые стоит обратить внимание может быть что-то у вас есть похожее может быть где-то в магазине вы что-то похожее видели мотайте на ус потому что вот это тоже потрясающая помада потрясающий оттенок для того чтобы носить вот такими вот рубашками в клетку если вы любите более глянцевый эффект на губах потому что глянец сейчас возвращается я сплошь и рядом вижу что используется уже не только матовые помады но также и глянец добавляют и глянец шиммером тоже добавляют я вам могу порекомендовать еще вот такой вот блеск для губ это марка глэмбин на эту марку я в целом делала отдельный отзыв если вы его не видели то я вам оставлю ссылочку в буквочки а и вы сможете нажать и посмотреть вот этот блеск создает эффект латекса на ваших губах очень сильный такой глянцевый эффект на губах сочетается с абсолютно любой помадой который я перечисляла до этого в том числе и помады gosh который я вам показывал с любым оттенком этих помад этот блеск для губ очень круто сочетается создает именно такой вот модный трендовый оттенок и для тех кто боится вышеперечисленных оттенков и точно знает что использовать их в своем макияже не будет я вам подготовила два варианта нюда но нюда не такого которому мы привыкли классическому до нюдовый персик или нюдовый розовый оттеночек все-таки это более осенние нюдовые цвета и первый оттенок который я хочу порекомендовать это помада риммл и серия the only one lipstick оттенок 700 и нори нить эта помада хоть и нюдовая но она имеет ярко выраженный такой вот сливовый холодный подтон и осенью это очень актуально и из той же серии тоже такая нюдовая помада но со сливовым таким холодным подтоном это помада от color pop lipsticks и оттенок здесь люмьер если вам страшно использовать темные оттенки на губах то попробуйте вот эти возможно они вам понравятся и немножко разнообразит ваш макияж но собственно и все я очень надеюсь что это видео вам понравилось и было для вас актуальным возможно что-то возьмете на заметку если у вас есть какие-то фавориты которые вы считаете маст хэвами для осени обязательно пишите в комментариях напомню что если это видео вам понравилось не забудьте поставить мне палец вверх подписывайтесь на мой канал и мы с вами увидимся в следующих моих видео в следующих видео